Добрый день, коллеги. Позволю начать наш разговор издалека. В 1902 году член Британского парламента Генри Норман опубликовал книгу под названием «Все России» во множественном числе путешествия и исследования в современной европейской России, в Финляндии, Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Со всеми поправками, произошедшими в течение 20-го столетия, мы все так же вправе задавать этот вопрос во множественном числе. Россия не была традиционным национальным государством, у которого более или менее совпадают геополитические и этнокультурные границы. Между тем, Россия, российские, русские, русская, русскость употреблялись, употребляются и, видимо, будут употребляться так, словно они равнозначны по отношению к национальной идентичности. На протяжении 20-го века очень часто внутри России и СССР и за пределами государства названные понятия использовались именно как равнозначные политической и гражданской идентичности. Политологи, между тем, признают отсутствие в политической науке общего дискурса о идентичности. В результате нынешние частные дискурсы зачастую представляют собой туманные смыслы либо создают усилиями публичных интеллектуалов и политиков почву для политического манипулирования. Причем это не сугубо российская, а общая для современной политической науки и социо-гуманитарного знания проблема. Процесс признания и преодоления прошлого определяется в первую очередь политическими интересами и интересами политических актеров. Все государства предпочитают патриотическую версию истории, признает один из современных зарубежных актеров. Однако обретение идентичности важно не только для актеров политического процесса, но и для обычных граждан любого государства. Чтобы сформировать чувство единства с другими людьми, принадлежащими той же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествить себя с разворачивающимся во времени нарративом. Проблема идентичности есть проблема ориентации, и как таковая требует самореплексии и самоопределения, с помощью которых индивид может позиционировать себя в физическом, социальном и моральном пространстве. Таким образом, исторический нарратив занимает ключевое место в идентичности. Между тем, современное историческое общество переживает кризис исторического сознания, как, впрочем, и все новые государства, возникшие на поле завешивания пост-коммунистическом пространстве. За короткий по историческим меркам период российский социум успел по нескольку раз поменять оценки одних и тех же исторических личностей, процессов и событий. В 20 веке российские элиты дважды в 1917-1922 годах и в 1991-1993 годах до основания сносили, построенные их предшественниками, ошибочно принимая кризис развития за его тупик. После распада Советского Союза все бывшие союзные республики и страны так называемого соцлагеря столкнулись с необходимостью формирования новых национально-государственных идентичностей на основе наличных символических ресурсов. Поиск идентичности на основе формирования общепринятых представлений о прошлом стал характерной чертой процессов, начавшихся на всем постсоветском и пост-коммунистическом пространстве. В случае России задача изначально выглядела сложнее, что мне, собственно, и хотелось подчеркнуть, цитатой, приведенной в самом начале. Это было связано с множеством факторов структурного и в еще большей степени субъектного характера. Так называемая публичная история затряснула все пост-коммунистическое пространство, включая и российское общественное сознание, в том числе его и массовый, и элитарный сегмент. Элиты любого национального государства ищут основания для национального и государственного строительства в историческом прошлом, причем, разумеется, основания исключительно позитивные. Героизм или жертвенность в отношениях с соседями остаются двумя главными профилирующими характеристиками национально-государственного нарратива. Советский Союз и Россия стали тем самым символическим врагом, в противостоянии с которым усилиями своих элит формировались новые национальные государства на пост-коммунистическом пространстве. Из области символической эта проблема быстро перекочевала в сферу практической политики, поскольку Россия признала себя правоприемником СССР. Отождествление современной Российской Федерации с Советским Союзом, диражирование негативистских образов, включая персонализированное уподобление современных лидеров одиозным деятелям прошлого, наполняют пространство публичной историей по всему миру, не исключая и самой Радикой Федерации. Во всех своих компонентах общественные дебаты неизбежно возвращались к историческому прошлому, которое не было отрефлексировано, а было попросту отодвинуто за ненадобностью на задворке общественного сознания. Общество занялось поиском в историческом прошлом ответов на актуальные вопросы технической политики, в сфере социальных отношений, экономики, внешней и оборонной политики. Россия в поисках себя так назвал одной из своих последних работ Джеймс Биллингтон, не так давно ушедший от нас директор библиотеки Конгресса США. И эта метафора как нельзя лучше отражает процесс, происходящий в российском общественном сознании. В политической риторике, как и в историографии, основным форматом репрезентации прошлого является нарратив, то есть сюжетно оформленное повествование, предлагающее связанную картину в цепи исторических событий. Множество нарративов является одной из профилирующих вверх российского процесса поиска себя. Нарративы эти в большинстве случаев сформировались случайно, произвольно, имеют характер умозрительных конструкций, произвольных интерпретаций, исторических событий и процессов, намеренных или ненамеренных классификаций. Их множество объясняется в высокой степени в сегментации общественного пространства. Каждая социальная группа производит и транслирует свой собственный нарратив. При этом мы должны понимать, что в межгосударственных отношениях сегодня развернулись полномасштабные войны памяти. Мне кажется, все это демонстрирует наличие кризиса исторического сознания. Преодоление этого кризиса, обретение собственной идентичности становится возможным благодаря кардинальным изменениям, достигнутым за последние три десятилетия в архивной сфере. За последние 30 лет российские архивы из закрытых для широкого использования учреждений с выраженной главенствующей функцией охраны ретроспективной информации превратились в полноценные публичные гражданские институты, открытые для российских и зарубежных исследователей. Они стали активным субъектом так называемой архивной революции, в результате которой были рассекречены и опубликованы сотни тысяч документов советской эпохи. Результатом этой архивной революции стало по меткому выражению редакторов американского журнала «Критика» новая политическая история России XX века. Эта новая политическая история не принесла тотального обрушения исторического сознания российского общества, но поставила перед интеллектуальной элитой задачу о строении наследия, а перед элитой управленческой задачу инструментализации этого исторического оборота. В результате архивной революции государство утратило роль монополистов в сфере политики памяти. Общество получило возможность создавать собственные нарративы и транслировки. Именно этот процесс активной публикации ретроспективной информации и отличает кардинально современное положение дел в российской исторической науке, архивной сфере, да, и сфере общественного сознания в целом. Термин «архивная революция» красив, но, конечно, не точно и неполно отражает процессы недавнего прошлого. Гуманитария склонна к точным метафорам. Одно из таких метафоров, родившихся в дискуссиях последнего времени, стало уподобление архива доктору исторической памяти. Рождение этой метафоры отражает мнение большинства российских архивистов и историков об архиве как хранилище национальной памяти и инструменте гражданской динамитации. Современное российское общество, как мне кажется, и многие другие, нуждаются в развитии и стимулировании этого процесса, поскольку находятся лишь на выходе из перманентного кризиса исторического сознания, кризиса идентичности и нахождения тебя. Существует, однако, и противоположный подход к теме исторического знания, его роли в современном обществе. Исторический дискурс говорит нам о прошлом, чтобы похоронить его. Историческое письмо играет роль погребального обряда, говорит наш современник Мишель де Царто. Согласиться с таким подходом очень трудно. К моему убеждению, огромное количество современных проблем принято в недавнем историческом прошлом, а конкретно в наследии двух великих войн, двух мировых войн XX века. Сегодня профессиональное сообщество российских архивистов видит смысл и возможности в репрезентации редактивной информации в относительно полном и представительном объеме, чтобы представить исторический процесс во всей его многомерности, со всеми провалами, ошибками, преступлениями, но и достижениями каждого из исторических периодов развития. Историческое прошлое должно перестать быть орудием политической борьбы. Надеяться на достижение этой цели может быть наивно, но эта констатация не устраняет ни наличие проблемы, ни необходимости поиска путей ее решения. Для продвижения к этой идеалистической цели необходимо сблизить публичную историю с историей профессионального историка, ввести профессиональный нарратив в публичное, общественное и политическое пространство, сблизить их, насколько это возможно, либо продемонстрировать тактором процесса наличие ограничителей и пределов интерпретации при создании нарративов. И такими ограничителями являются существующие массивы, видимые массивы документальной информации. Центром внимания при этом является содержание формируемого нарратива, не только в сфере публичной истории, но и в истории профессиональности. Публично выступая в последнее время, позволяю себе использовать понятие архивного и источникового абсинтеизма, то есть сознательного уклонения автора нарратива от работы с архивными документами. Многочисленный комплекс архивных документов давно рассекречены, очень часто остаются невостребованными, а листы использования в архивных делах пустыми. Облегчить историку доступ к документарной информации призвана работа, которая сегодня проводится федеральными архивами России. В ближайший год-два будет завершена цифровка описей архивных дел, хранящихся в них. Я подчеркиваю, всех архивных делах. Те желающие получат в онлайн-режиме свободный доступ к поисковым системам гигантских информационных ресурсов по российской и мировой истории. С другой стороны, российские историки-архивисты проделали огромную работу. Вышли и продолжают выходить в свет многочисленные серийные и многотонные публикации исторических документов. Создан целый ряд интернет-ресурсов, на которых выложены для открытого использования по фондово оцифрованные архивные документы исключительной ценности. Назовем хотя бы оцифрованные, выложенные в интернет, личный фонд Сталина. Архив перестал быть складом пыльной резаной бумаги. На передний план выведена функция актуализации и репрезентации историко-культурного наследия. Реализация этой функции невозможна без преодоления ряда черт, которые достались современному архиву от предшествующего исторического этапа. В этой связи следует сказать, что вопреки расхожему мнению продолжается, активно продолжается процесс рассекречивания документов российских архивов. Однако предстоит еще многое сделать для достижения необходимого баланса между режимом охраны документов и режимом их доступности. При этом, как я уже отметил, не только общественное сознание, но и профессиональные сообщества не всегда успевают освоить уже доступные документальные богатства. От этой работы архивистов России всего один шаг до самостоятельного создания ими нарративов и, как мне кажется, этот шаг мы уже сделали. И во многом это связано как раз с той темой, которой посвящена сегодняшняя, нынешняя зимняя школа, с темой Второй мировой войны. Как большинство из сообразшихся понимают, я надеюсь, что понимают, центральное место в российском историческом сознании занимает Великая Отечественная война 1941-1945 годов. При этом события Второй мировой войны, частью которой она является, остаются предметом острых общественных дебатов. На международной арене, как я уже отмечал, развернулись войны памяти, которые достигли апогея к 75-й годовщине окончания войны. На новый уровень накал противостояния выведен политической резолюцией Европарламента 2019 года об итогах Второй мировой войны. Согласно этой резолюции Советский Союз, наряду с нацистской Германией, признан главным виновником ее начала. Российская Федерация, признающая себя правоприемником СССР, стала на путь политического противостояния, подобным интерпретациям. 19 июня президент Путин выступил со статьей «75 лет Великой Победы» «Общая ответственность перед историей и будущим», который представил свой взгляд на события исторического прошлого. Считаю важным обратить, что с начала 1990-х годов в России происходит малозаметная для политиков так называемая архивная революция. Рассекречены и введены в общественный оборот миллионы архивных документов, в том числе документы войны, которые занимают в этом комплексе рассекреченных документов, пожалуй, центральное место. Они публикуются в рамках интернет-проектов, реализуемых федеральными архивами России, репрезентируются в рамках историко-документальных выставок. Часть этих интернет-проектов, документальных сборников и выставок вы можете видеть в рамках презентации, которая сейчас выведена на экран. В этой связи важно отметить одну из инициатив последнего времени. Речь идет о специальном сайте документы советской истории на котором уже выложены в открытом доступе ряд важнейших комплексов документов в советской истории. Один из этих комплексов я уже упомянул. Речь идет о личном архиве Сталина, который в том числе включает полный комплекс документов приказов наркома обороны, то есть министра обороны, если переводить на современный международный язык должность Сталина в этот период. На этом же сайте вы найдете оцифрованный комплекс документов Государственного комитета обороны. Это высший чрезвычайный орган управления Советским Союзом в годы войны. Вы найдете на этом сайте комплекс документов постановлений Совета народных комиссаров в 1941-1945 годах. Совет народных комиссаров это правительство Советского Союза. При этом сделано это повторюсь пофондово. Мы оцифровали все доступные документы и выложили их в открытый доступ для широкого использования, свободного использования. Не могу при этом не упомянуть, что один из этих проектов был также реализован совместно с Вел Universal Express The Stalin Digital Archive. Его англоязычные версии сегодня доступен в международном электронном пространстве. Обнародованные документы освещают все значимые решения советского руководства, включая самые автоматические. В течение ближайших лет федеральные архивы, как я уже отмечал, закончат обстановку и разместят в сети интернет полные офисы своих архивных коллекций. не могу не отметить, что в течение последних лет федеральными архивами, федеральным архивным агентством реализован целый ряд чрезвычайно важных и актуальных интернет-проектов и историко-документальных выставок Мюнхен 1938 и вторая выставка 1939 год от умиротворения к войне. Представлены в этих интернет-проектах и выставках дипломатические документы, рисующие, как нам кажется, относительно полную картину событий 1938 и 1939 годов, которые привели к началу Второй мировой войны. картина, которую рисуют эти комплексы документов, существенно меняет то представление об историческом прошлом, которое сегодня рисуется идеологизированными, политизированными конструкциями и нарративами, производимыми в мировом политическом пространстве. Не могу не отметить, что в настоящее время готовится еще один масштабный интернет-проект и историко-документальная выставка Вторая мировая война в архивных документах 1939 1941 и она будет открыта в Москве в мае будущего года в связи с памятной датой начала юбилейной датой 80-летия начала Великой Отечественной войны. В этом же году открыт еще один очень важный большой интернет-проект «Преступления нацистов и их способников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В числу трудных страниц Второй мировой войны относится коллаборационизм, имевший место во всех оккупированных нацистами странах Европы, в том числе и на территории СССР Российскими архивистами подготовлено и опубликовано три многотомных фундаментальных академических издания документов. В 2012 году вышло в свет двухтомное издание «Украинские националистические организации» в годы Второй мировой войны 1939-1941 годы. В 2015 вышло трехтонное издание «Генерал Власов. История предательства» в трех книгах. И я не могу не отметить, что в этом году германское издательство «Ибидем» выпустило англоязычную версию этого издания в свет. И 7 декабря наши американские партнеры на базе университета Джорджа Вашингтона провели с нашим участием международную презентацию этого проекта и круглый стол, в рамках которого мы поговорили о феномене коллаборационизма в целом и феномене Власова, генерала Власова в том числе. И в 2018 году было выпущено еще одно издание от национализма к коллаборационизму Прибалтика в годы Второй мировой войны в двух томах. Так что российские архивы продолжают очень активно заниматься различными аспектами истории Второй мировой войны, публикуя тематические подборки документов, осуществляя пофондовые публикации, при этом сопровождая эти публикации академическими комментариями и обширными аналитическими статьями, представляющими публике наш взгляд, наши оценки представляемых комплексов исторических документов и тех событий, которые эти документы отражают. Не могу не констатировать, что, по моему мнению, такого рода проекты, перечень которых я могу продолжать довольно долго, являются ничем иным, как полноценными локальными нарративами. Аналогичным образом, наверное, следует характеризовать коллекции документов, которые создаются в рамках историко-документальных выставок. Позволю себе назвать выставочный проект «В штабах Победы», который реализуется в течение пяти лет российским государственным архивом социально-политической истории, в рамках которой российскому обществу были представлены важнейшие документы, характеризующие деятельность органов государственного управления Советским Союзом, применительно к важнейшим событиям Второй мировой войны. Тема государственного управления, на мой взгляд, чрезвычайно важна, но при этом до сих пор не пользуется должным интересом со стороны профессиональных историков и со стороны российского общества в целом. Хотя анализ, исследования именно на этой теме дают и позволяют ответить нам на вопросы о катастрофическом начальном периоде Великой Отечественной войне, но и найти ответ на вопрос о причинах и инструментах Великой Победы 1945 года. Я говорил уже о двух важнейших интернет-проектах «Мюнкин-38» на пороге катастрофы и 1939 год, но нужно специально отметить, что российские архивисты подготовили и провели две большие историко-документальные выставки, которые пользовались огромным успехом со стороны посетителей. Итак, для меня архив это публичный культурный институт громадного значения, в опоре на который должен развиваться поиск путей общественного развития, производство смыслов, существование социума и нации. Нации политической, разумеется, в отличие от слишком широко распространенного сегодня на посткоммунистическом пространстве представления о нации, пришедшая к нам в 21 век и с века 19-го, апеллирующего к этничности, а не к гражданственности, не к политической составляющей. Говоря об российской архивной революции, нужно специально подчеркнуть, что она совершалась и продолжает совершаться в тесной кооперации с международным профессиональным сообществом. И на эту тему я также могу довольно долго говорить, акцентирую внимание собравшихся на опыте взаимодействия нашего с германскими архивистами и историками. И не могу не вспомнить в этой связи об успешной реализации уже более десятилетия тому назад совместного германа-российского проекта многотомной публикации документов Советской военной администрации в Германии. В настоящее время реализуется еще один проект выявления оцифровки и взаимного обмена данных о военно-пленных советских Германии и немецких в Советском Союзе. Мало кто знает, что вот уже в течение нескольких лет реализуется масштаб германо-российский проект оцифровки трофейных архивных коллекций вывезенных в Советский Союз с территории Германии по итогам Второй мировой войны. Оператором этого проекта является Германский исторический институт. Его представительство в Москве работает чрезвычайно эффективно и плодотворно. Говоря о состоянии общественного сознания России исторического его сегмента следует констатировать, что российское историческое сознание, российское общественное сознание остаются сегментированы. Не существует в общем говоря единого нарратива, нарратива, как я отмечал в начале своего выступления, своей лекции, существует множество социальных групп, которые стремятся производить и транслировать свои собственные локальные нарративы. Формирование общенационального нарратива продолжается и развивается в тесной взаимосвязи с остановлением на пространствах Российской Федерации национального государства, политического, политической гражданской нации, процесса во многом напоминающего то, что происходит за пределами Российской Федерации. И в рамках вот этого формирующегося пространства существуют, конечно, взаимоисключающие интерпретации явлений исторического прошлого. Они существуют и внутри России, и на международной арене. Это явление имеет объективный и, вероятно, неизживаемый характер. Еще Макс Вебер отметил, что историчность невоспроизводима, так как определяется уникальными пространствами одновременных координатами. Она, таким образом, изначально открыта для конкурирующих интерпретаций. Все подлежит интерпретации. Я, однако, не вижу в этом серьезной проблемы. Наоборот, скорее основания для сдержанного оптимизма. В практиках работы с исторической памятью хорошо известен подход, признающий продуктивность взаимодействия конкурирующих интерпретаций и множественных подходов к анализу и оценкам исторического прошлого. Я имею в виду прежде всего конфликцию так называемой напряженной истинной поля рекеора. Напряженный конфликт интерпретаций необходимый элемент продуктивного научного и общественного поиска. Именно в результате такого взаимодействия и рождается эта самая напряженная истина, о которой говорит Рикер. Преодоление интерпретационного конфликта предполагало бы насилие, способное привести лишь к примитивному редукционизму. Плюралистическая история, в свою очередь, способна выполнять и важнейшую терапевтическую функцию, приучая адептов крайних подходов к существованию друг друга и к необходимости сосуществования друг друга. Такой подход позволяет гражданам различных взглядов чувствовать сопричастность к единому телу гражданской нации и государству, национальному государству, как общему дому для всех. Открытый разговор об общем историческом прошлом Европы позволяет гражданам различных взглядов различные социальные, национальные, политические, государственные принадлежности чувствовать сопричастность к единому телу европейского социума, общему для всех пространству исторического прошлого и настоящего Европы, как общего дома для всех. И важно, реализуя такие подходы, исключить из дебатов произвольные политизированные интерпретации исторического прошлого, задающие очень часто и слишком часто тон профессиональным историческим исследованиям. В этой связи рискуя показаться не политкорректным, я позволяю себе довольно часто говорить о задаче принуждения общественного сознания позитивному узнанию. Не в том смысле позитивному, что мы должны помнить и знать исключительно положительные страницы той или иной национальной истории, а в том смысле, что должен наконец восторжествовать позитивистский подход к анализу исторического прошлого. Господство научно установленного факта, зафиксированного в исторических документах, вот что должно лечь в основу обращения к сложным страницам исторического прошлого, предварять любые попытки его интерпретации. В этом смысле архив с большой буквы, хранящий национальную историю во всей ее полноте, со всеми ее взлетами и падениями и способен сыграть роль доктора исторической памяти. Архив способен вооружить многочисленных авторов разнообразных интерпретаций, необходимой фактографической базой и инструментарием для ведения продуктивных научных и общественных дискуссий. Нам вряд ли удастся достигнуть согласия в оценках исторического прошлого. В нашем российском случае я бы считал это даже контрпродуктивным. Но добиться примирения со своим прошлым, найти в своей персональной и коллективной национальной памяти место и для трагических и для победных страниц это пожалуй главная задача от достижения которой мы все еще довольно далеки но тем не менее по направлению к ее решению мы активно продвигаемся. специально подчеркну что сегодня нет и не может быть монополии национальных историографий или национальных течений общественной мысли на интерпретации событий глобального масштаба. Только совместными устилиями вовлекая в научный и общественный оборот все новые пласты документарной информации можно рассчитывать на адекватный анализ и интерпретации проблем остающихся для нас актуальными. Наработки российских архивистов создают базис для серьезного неполитизированного разговора о самых болезненных страницах исторического прошлого в том числе об истории Второй мировой войны на основе архивных документов в том числе о трудных страницах общей ответственности за возникновение пожара Второй мировой войны и при условии взаимного уважительного разговора друг с другом при условии исключения из дебатов произвольных политизированных интерпретаций мы должны вернуть дискуссии об историческом прошлом из плоскости политического противоборства в пространство научного и культурного дискурса а значит в пространство диалога и совместного поиска как написал более ста лет тому назад Дуаен российской историографии профессор Ключевский если история способна научить чему-нибудь то прежде всего сознанию себя самих ясному взгляду на настоящее этим я и позволил бы закончить тебе свое выступление благодарю вас спасибо мы можем пожалуйста перейти к вопросам да конечно уважаемый Андрей Константинович большое вам спасибо за спасибо Продолжение следует...